Поселок Просвет в Самарской области. Человек с драматичной, но банальной историей. Десять лет назад Александра Ильина посадили за убийство. Сам Александр называет его трагической случайностью. Защищал родного брата от пьяного соседа. В колонии, вспоминает, конечно, был не сахар, но зато было время подумать и понять, ради чего стоит жить на свободе. Самое главное – любовь. Как вот, может быть, там и заезжено, вроде, все там, да, любовь. Ну, самое главное – любовь. То есть, если есть любовь в сердце, если я люблю своих, там, близких, да, там, конечно, я говорю, многое сразу тормозит, и я, ну, от многое сразу тормозит. Глядя на эту семью и не скажешь, что еще прошлой осенью Александр был в местах не столь отдаленных. Теперь у него теплый, уютный дом, красавица-жена и двое сыновей. Старший Илья с радостью помогает маме на кухне, пока папа убаюкивает новорожденного Мишу. Елена – редкая женщина, 10 лет ждала любимого. Есть такие люди, которые, да ты с ума сошла, да ты что, а вдруг что, а ты же не знаешь, как что дальше будет. Ну, стараешься как-то не прислушаться, то есть слушаешь себя, если ты человеку любишь, доверяешь, то ждешь. Они поженились в 2007-м, тогда Александр отсидел меньше половины срока. У Елены не было ни белого платья, ни свадебного путешествия, но она об этом не жалеет. Теперь просто хочет жить обычной жизнью и беречь мужа. Это ошибки, каких-либо ошибок, чтобы, не дай бог, опять куда-то, потому что это тяжело, конечно, для него будет тяжело, и не для нас, потому что уже двое детей. Все равно, ну, будем стараться. Сейчас Александр Ильин ремонтирует дом, работает в местном такси, прислуживает в церкви. Говорит, на путь истины его наставила именно Вера. После освобождения мужчина пришел к настоятелю прихода, исповедался и остался. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне во веки веков вам и исправить. После мест, столь отдаленных, сами понимаете, свобода, мы всего можем. А попадая в храм, человек, он этого всего немножко, как бы, сам себя ущемляет в этом, да. Просто я увидел в Александре, в его глазах, веру, а это, ну, не так часто встречу. Планов на будущее у Александра предостаточно. Все-таки двух мальчишек на ноги нужно ставить. Тут в первую очередь у меня на следующий год, конечно, это забор, смена забора, потому что домик вроде немножко чуть-чуть привел в жилое помещение, а забор, конечно, безобразный, ну, надо будет заменять следующий год. Здесь, короче, у меня вот там баня, тоже сломалась сейчас ее, потому что, ну, что-то дымить начала, надо перестраивать полностью. И здесь и сарай вот здесь, я вот хочу ее баню с сараем объединить, ну, как бы комнату отдыха сделать. Мужчина с гордостью проводит экскурсию по своим шестисоткам. От крохотных помещений, говорит, теперь хочется держаться подальше и больше бывать на свежем воздухе. Ну, тут груши, малинка там, сейчас уже все уже, как бы, это, все уже скопано. Вот, уже особо тут не покажешь ничего. Тут у меня вишня, вот прям такой сад, прям вишневенький такой. Три дерева, они когда, ну, палет, четыре дерева, ну, они палет, которые разрастаются, конечно, здесь вообще прям все закрыто, как говорится. Здесь яблонька, она небольшая, но такая нормальная, зимненькая. И хотя от тюрьмы и сумы не зарекаются, за решетку, уверен Александр, больше не попадет. Слишком дорого обошлось ему то счастье, которое теперь в его руках.